Чем ближе мы с вами становимся к постсезону, тем больше, как мне кажется, начинает в NBA происходить всякого рода разных событий. Конечно, да, влияет на это все повышенный уровень травматизма и выбывших изначально игроков, так как все они аккурат в этот месяц должны возвращаться в строй и начинать полноценно дарить нам матчи с повышенным уровнем яркости и красоты, отчего, господа, сегодня мы вновь с вами смотрим на поединки. Перед началом напоминаю вам, что поддержать свой любимый клуб, клубы от баскетбола до киберспорта и даже футбола, вы всегда можете в компании GGBet, где прямо сейчас при регистрации по ссылке в закрепленном комментарии и использовании моего промокода TOPBASKET вы получаете плюс 200% бонусом на первый депозит. Ссылка и все подробности находятся, как обычно, в закрепленном комментарии, ну а мы с вами стартуем. Не знаю, есть ли особый смысл рассказывать вам о том, что происходило в лиге вчера, но все-таки, наверное, это сделаю, где без Яниса Милоки были наказаны Стефаном Карри и его бандой полноценно. Да-да, вы не ослышались, ни одному только Карри принадлежала вчерашняя непростая победа, так как и Убры свои штрафные в концовки попадал, и Уиггин смог отыграть в обороне против бросающего дальняк Миддлтона. Ну и, конечно же, Стефан Карри, который был виновником решающего пробега в четвертом отрезке 16 к 5, обеспечивал команду своевременной огневой и очевидно ментальной поддержкой и помогал ей победить. К слову, на счету лидера Голден Стейт собрался аж 41 поинт и очередная ачивка, так как он теперь первый в истории НБА вообще, кому удавалось 8 раз за карьеру забивать более 200 трехочковых за сезон. Вау! Что говорит, конечно, только о том, насколько в целом был заряжен побеждать Стефан Карри, и о том, что защита Бакс явно не знала, как остановить вчера 30-ку Голден Стейт. Не спасали ни двойные опеки, ни, в принципе, просто плотная оборона. Ничего, он все равно забивал. Но при этом радоваться я бы на месте фанатов ДАПСа все равно не спешил, так как пока что ими так и не была исправлена одна единственная ошибка, которая вот уже в который раз позволяет им достаточно средненько выступать при невероятной реализации Стефана Карри. Все дело в огромном количестве фолов. 18 их было в разгромном матче против Торонто, и 18 их насобиралось в поединке против Милоки. С этим аспектом, конечно, Керу явно нужно срочно что-то решать, а иначе коллектив его рискует не зацепиться даже за зону постсезона. Плюс, я думаю, вы уже тоже вчера видели новость о том, какую атакующую эффективность показывают сейчас воины со Стефан и без него, если что, там худший атакующий рейтинг среди команд лиги за последние вообще 5 лет, отчего с учетом будущего календаря хочется пока что, конечно, только удачи пожелать воинам и подержать за них кулачки. Следом за этим, коротко скажу, что дебют Айзея Томаса состоялся, и он оказался, в принципе, весьма недурным. 10 очков плюс 2 асиста и 2 подбора собрались вчера в активе Томаса за 25 минут, которые он провел на площадке в поединке против Атланты. И да, а вы чуть меня даже не хейтили в комментариях за то, что я знатно так факапнул и сказал вам, что Айзея подписывается с Вашингтоном, а не с Пелс. За этот косяк приношу свои искренние извинения, но вашим реактам я был прямо приятно шокирован. Спасибо за поддержку. По Айзее именно в противостоянии с Хоуксо говорить, наверное, более ничего не стану, так как более подробный обзор матча сегодняшнего с Бруфлиным у нас сейчас с вами впереди, и там мы этого еще коснемся. Единственное, что добавлю, это статистический инсайт относительно Зайна Уильямсона, который вчера повторил достижение Шака. Он провел 25-й матч к ряду, в котором набрал более 20 поинтов с реализацией более 50%, а это, на секундочку, крайне, если что, непростое достижение, дотянуться до которого не могли ни Уилл Чемберлин, ни Карл Мелон. Хотя специально, конечно, они явно, наверное, этого и не преследовали. Поэтому лайк за Зайна, кстати, может быть, нам обзорчик на него пора запилить, а то что-то давно о нем ничего никто не говорил. Как считаете? Если да, то дайте знать об этом в комментариях. Ну и завершает быстренько подборку вчерашних новостей. Во-первых, травма Джамма Рента, которая изначально сообщалась, что получил травму бедра во время лейапа в матче против Майами. Потом пришло обновление, что спину мог разыгрывающий, оказывается, себе травмировать. Но, так или иначе, подробностей не было абсолютно никаких. И преподносилось это все изначально как нечто очень страшное и очень неприятное. Однако сегодня против Атланты Джа уже фигачил, как ни в чем не бывало. Поэтому выдыхаем все, кто топят за Мишек и персонально за Морента. За восьмую строчку они все еще продолжают бороться, а может быть даже и за строчку повыше. Во-вторых, потасовка вчерашняя между Лейкерс и Торонто не может тоже оставаться без внимания. Ануноби со Шрёдером на самом деле лучше бы так в баскет катали, как устраивали подобные шоу-таймы в теле рестлинга. Так как по факту, кроме этого момента, в матче смотреть больше было особо-то и не на что. Лейкерс без сопротивления еще со старта матча обеспечили себе комфортное преимущество, которое в какой-то момент доходило вообще до безобразной разницы в 34 очка. Так что потасовки потасовками, но баскетбола конкурентного там, к сожалению, не наблюдалось. А жалко. Все мы с вами ждали долгожданнейшего возвращения. И нет, это я не про Джеймса Хардена, который минимум теперь 10 дней будет сидеть и лечить свое травмированное подколенное сухожилие. А Кевина Дюранта, который из-за этой же самой травмы отсутствовал в 23 матчах, и сегодняшней ночи он наконец-таки полноценно прервал стрикт лазаретных поединков и появился на площадке. Сразу же давайте вам скажу, что сама встреча интересной была, во-первых, до середины примерно второй 12 минутки, если вы любите конкурентную игру, и во-вторых, если вам нужны только лишь яркие моменты и хайлайты, то игроки Бруклина всегда готовы вам подарить наслаждение по этой части, так как феерить на площадке там всегда есть кому. Теперь почему я так сказал, что конкурентная игра была только лишь до середины второго отрезка? Да все потому, что пока на площадке у НОП находился Аквамен, то пикин-роллы с Блэдсоу с Зайном и вообще любое обостряющее действие, направленное в зону, срабатывало хотя бы как-то, и если не приносило стопроцентный набор очков, то частично освобождало периметр, и Орлеан мог получить пространство для совершения бросков оттуда. Однако, как только Ван Ганди в конце первой четверти и на старте второй активировал лайнап из Зайна, Лонза, Айзея, Эрнан Гомеса и Айванду, то тут же все пошло по одному месту. Зайна зачем-то взял на себя обязанности танка и ходил под кольцо Бруклина только лишь для того, чтобы получить банан. Лонза и Томас вообще не знали, как им взаимодействовать и с кем следует запускать хоть какие-то комбинации. Эрнан Гомес странно почему-то сверху играл, хотя по идее должен был нырять в единоборство за каждым подбором, но этого не делал отчего, начиная с этого эпизода, когда Блэйк завалит базарный мяч под заново с первого отрезка. И до того момента пока-то в Анганде не дошло осознание того, что у него банально больше подвижных и активных больших должно находиться на площадке, так как Олдридж легко, оказывается, может бить три в лобешник и его надо как-то закрывать, что Гриффин на Изи может влетать где в краску и фигачить сверху, да что там говорить, даже Кори легко сегодня мог вольнуть сверху после прохода в лицо. Что говорит в принципе о уровне защиты пеликанов в целом. Короче говоря, к тому моменту, когда вышел Джонс, Наквамен, Зайон, Лонза и Блэдсо, там уже вовсю надо было игру спасать, ибо разница в 10 очков легко могла превратиться в 20 и более. Почему? Да все потому, что нога Дюранта еще на тот момент вообще не ступала на площадку, а уж когда он появился со своим 100% релизом, тут я, если честно, просто наслаждался имбовым составом НЭЦ, который разносил в каждой атаке своих оппонентов, при том как индивидуально, так и командно. Плюс я настолько был в кавычках внимателя, что в какой-то момент очень сильно заинтересовался этим моментом и разбором в голове этого. Кстати, как считаете, пробежка это или нет? Напишите, пожалуйста, экспертное мнение в комментариях. Все потому, что когда разница составляла уже плюс 30 поинтов, следить там на самом деле было незачем. Новый Орлеан абсолютно не знал, что им делать в обороне, любой скрин в их адрес превращался мгновенно в неразберюху и пропущенные мячи, что подвело финальную черту еще перед завершающей 12 минуткой, когда Нэшем выведена была практически резервная пятерка, и игра доигрывалась на нейтралочке. По Айзее. Вы знаете, а он действительно двигается достаточно свободно и классно для игрока, который год с лишним пропустил. Боковые перемещения в защите вроде бы у него в норме, работа с большими по типу Хейза выстраивается неплохо. Да, есть еще, конечно, огрехи по части химии, и в особенности, когда дело касается пикин-роллов и передач под кольцо, но и по сути это лишь вторая игра после такого длительного пропуска, что вполне простительно. Единственное, правда, что мне показалось утратил Томас после реабилитации, это быстрый и острый первый шаг и в целом скорость, которая ранее позволяла ему даже при своих габаритах залезать легко под кольцо и в целом эффективно атаковать краску, а сейчас он банально просто останавливается на меду, дабы совершить бросочек. В остальном, вторую игру он шибает 10 и более очков, плюс находится в положительном рейтинге, плюс-минус, что для него очень-очень неплохо. Статистика командная и персональная находится на ваших экранах, кто вдруг не понял, Нец разобрали вообще без проблем сегодня Pelicans и вышли теперь на первое место в своей конференции. Браво! Давненько у нас с вами не было на обзорах Бостона, и если бы вы мне сказали год назад, что я с удовольствием буду смотреть их матчи, например, против Нью-Йорка, я бы, наверное, сильно рассмеялся с этого заявления. Но текущие реалии таковы, что Никс стали действительно коллективом, против которого А. Играть сложно абсолютно любой команде в лиге, даже самой топовой. Б. Их матчи смотреть действительно интересно. И В. Бостон, даже несмотря на то, что у них сегодня был дико слабый ростер без Кембо и Фурнье, пиздец, конечно, что я это говорю, Фурнье и Кембо теперь ульта у кельтов, но вот как-то так пока что получается. В связи с чем, матч изначально был практически обречен на то, чтобы становиться интересным. Правда, не для всех. Сразу скажу, что те, кто любит исключительно атакующий сил игры, не вывез бы смотреть это зрелище, так как за первые 5 минут поединка обе команды еле-еле наскребали по 5 и 7 очков, и в дальнейшем вся эта тенденция будет сохранена. Все потому, что Дэв играл тут самую важную роль. Нью-Йорк типично старался не позволять зеленым неудобно бросать с периметра, не запускать типичные высокие заслоны, не тем более активировать в атаках полноценно тейтум, разошелся который лишь только к 3-12 минутке, запустив своим приходом рывок 10 к 0, обеспечивший Бостону, казалось бы, небольшое преимущество. Но у гостей на это всегда находилась ответка либо в лице Рэндла, либо в лице Арджи Берретт, результативность которого сегодня была на высоте. 6 из 6 дальних реализовал выпускник Дюка против Бостона, становясь самым результативным игроком своего коллектива. Однако, несмотря на плотные итоговые счеты, на то, что в последних атаках именно Арджей все и забивал, сама же игра решалась немного пораньше, когда в очередной раз подопечные типса не смогли, к сожалению, да, к сожалению, справиться с нервами и надопускали 3 ключевые ошибки в клатче, что стало для них вновь фатальным по части итогового счета и результата. И это уже, если что, пятый поединок из шести, где они не вывозят в равных концовках, сначала дважды допустив потери и затем потеряв в защите Смарта, забившего решающий дальничок. Ключевым эпизодом встречи, а точнее эпизодами со стороны Бостона, я бы выделил слаженную игру в защите и следованию четкому плану, где явно была установка отобрать у Никс самое главное, очки второго шанса и как следствие подбора в нападении, хотя, наверное, наоборот, что, собственно, и было сделано хозяевами Корта. Плюс Браун, собравший сегодня линию из 32 очков плюс 10 рэбов, был, пожалуй, единственным стабильным парнем, которого прям хотелось постоянно хвалить. Остальные, ну так, в стиле Бостона. В итоге матч Кельта себя забирают, лучшие игроки поединка находятся на ваших экранах и полетели дальше. Завершала пул сегодняшних матчей разборка между лидерами Запада. И как, в общем-то, и подобает командам, которые имеют за собой подобный статус, матч в итоге они подарили нам дико горячий. Со старта встречи, в принципе, стало понятно, что ни одна из команд не вышла сегодня на паркет для того, чтобы проигрывать, хотя это было бы как минимум странно. Гости достаточно быстро открыли счет в матче, однако на подобную дерзость Феникс отвечал очень результативным забегом, 13 к 0, что вынуждало всю пяти с половиной тысячную толпу, впервые заполнившие трибуны Феникса в таком объеме, реветь буквально от восторга и попутно Куина Снайдера брать ранний тайм-аут, дабы провести в чувство своих парней. Это, если что, помогает, так как далее дела у джазменов пошли гораздо лучше и свою игру они стабилизировали, плюс не просто сократили упущенное изначально преимущество, но и даже им удалось вырваться немного вперед. Но происходило это, стоит сказать, ровно до того момента, пока на площадке не появлялся Point God. Крису Полу необходимо вообще сказать отдельное спасибо, потому что его влияние на команды как раз таки в равных и сложных матчах прям очень сильно бросается в глаза. Он своим появлением всегда и темп игры увеличивал, и быстрый транзит мяча оформлял, что позволяло, например, Санс доминировать на фастбрейках, и, конечно же, про свои атаки не забывал. Отлично работая как на периметре, так и со средней. Плюс невозможно не отметить со стороны Санс сегодня защиту. Чем, если помните, всю регулярку 20-21 отличается команда из Юты? Верно. Обилием трехочковых, которые они реализуют, если более 35%, то чаще в таких матчах они всегда одерживают верх. Что было сегодня? Ну, подопечные Монти Уильямса буквально умирали в дефе, но сделали все возможное, чтобы свести к минимуму результативные выстрелы соперников. 3 из 22 лишь позволили они забить Джас к середине встречи, и 11 из 44 был результат итоговый, что, согласитесь, крайне прилично. Да, сами, конечно, игроки Феникса кидали не совсем лучше, но у них на сегодня, видимо, стояла задача немного другая. Не в том, чтобы перебросать оппонентов, а в том, чтобы на протяжении всего матча находить несоответствие на разменах для Эйтана и Букера, позволяя последнему больше совершать средних выстрелов, активнее работать на счетах, плюс использовать любую возможность для совершения быстрого прорыва. Я порядка 4-5 насчитал, где Дэвин прям караулил после подбора длинную передачу, и это срабатывало. У Джас отметить хотелось бы, безусловно, Донована Митчелла, который, несмотря на плотную опеку против себя, все равно находил возможности для атаки, чего только стоит его решающий бросок, который и отправлял команды в овертайм, однако его одного банально не хватило для того, чтобы противостоять Беккорту из Букера и Криса Пола, забивших на двоих сегодня 64 очка при реализации в 45%. Конечно, да, вы можете сказать, что неплох был еще и Богданович, но вот в обороне помощи от него сегодня было недостаточно, как и в целом от всей, в принципе, защиты Юта, для того, чтобы ход игры переломить и позволить своей команде в равной концовке одержать верх. У меня, господа, на сегодня все. Ставьте большие пальцы вверх, если видос вам понравился. Пишите в комментариях, какой из матчей вам зашел больше всего. Не забывайте подписываться на канал, дабы не пропускать свежие ролики. Увидимся и услышимся с вами, как всегда, совсем скоро. И всем до свидания.